Приветствую вас. Сразу хотел бы сказать, на всякий случай, что вы поступаете правильно, то есть вы ведете себя совершенно нормально, и я рекомендую вам вести себя так же, в таком же ключе и дальше. То есть приглашайте девушку на свидание, не обращайте на что внимания, добивайтесь ее и так далее. Теперь по поводу ваших вопросов. Во-первых, первый вопрос, который вы задавали, вы пишите, то есть почему она волнуется возле вас? Ну, волнение это самый главный показатель того, что девушке на вас не все равно. Волнение это самый главный показатель того, что девушке вы нравитесь. Волнение это самый главный показатель того, что у девушки есть эмоции по отношению к вам, и ей на вас не наплевать. Вот это самое главное из того, что вам нужно для себя понять. С вашим напарником, про которого вы говорите, девушка ведет себя более спокойно и естественно, потому, по той причине, что вообще-то говоря, он ее волнует, ну куда меньше, чем вы. То есть, то есть вы девушку волнуете гораздо больше, гораздо сильнее, гораздо активнее. И с вами она переживает. С вами она волнуется, и именно это и означает тот факт, что у нее есть к вам чувства. И этот же, собственно, ответ на ваш второй вопрос. Вы нравитесь ей, как мужчина? Безусловно. Потому что, иначе она бы ни в коем случае бы с вами не волновалась, ну, если бы вы не нравились ей, как мужчина. И это нужно понимать. Понимать, что действительно, волнение – это именно то, что является индикатором ее симпатии к вам. То, что она была грустной, то, что она была, ну, скажем так, что она была сама-своя. После первого свидания говорит о том, что, возможно, человек боялся разочарования. Ведь по ее поведению, по ее поведению, очевидно, что она хочет быть с вами. Она заинтересована в том, чтобы быть с вами. Она желает того, чтобы быть с вами. Ей хочется, чтобы все получилось. Ей хочется, чтобы у вас все получилось. Ей хочется, чтобы между вами все было в порядке. И она, поскольку волновалась, проявляла значение. Значение того, что между вами сейчас происходит на очень высоком уровне. То есть, для нее, вот, то, что между вами сейчас происходит, очень и очень важно. И именно потому, что для нее это важно, она и испытывает, собственно говоря, такие вот перепады настроения. То есть, с одной стороны, она хочет, чтобы у нее с вами все получилось. А с другой стороны, она очень боится, что у нее с вами как раз-таки ничего не получится. И вы, не дай бог, в ней разочаруетесь. Она очень боится, что вы в ней разочаруетесь. Она не хочет этого. Она опасается того, что у вас наступит разочарование ей. Для нее это, скорее всего, очень страшное, ну, страшное событие, страшный вариант развития событий. И тогда, не сложно, в общем-то, догадаться, что именно грустно она была, потому что думала, что вам не понравилось, что вы с ней, а вдруг, точнее, она вам не понравилась, а вдруг вы не хотите с ней больше встречаться. Ну, или что-то еще. То есть, явно здесь ее поведение проистекает из-за неуверенности в себе. Ну, и, собственно, на почве неуверенности в себе. И именно поэтому, именно отсюда такие вот перепады ее настроения. Спокоиться не о чем, волноваться тоже не о чем. Единственное, что старайтесь как-то вот ее напряжение немножечко снимать. То есть, постоянно говорить, что все хорошо, все в порядке, то, что она делает правильно, нормально, естественно и здорово. Говорить, что вам все нравится. То есть, постепенно, постепенно ее успокаивайте, чтобы она не думала, не воспринимала вас чересчур, ну, так, чересчур что-то такое запредельное для себя. То есть, чтобы она не ощущала, что ей тяжело. То есть, в данном случае, если волнение будет долго, оно будет утомительным для нее. А если волнение будет для нее утомительным, то это может привести к тому, что человек, ну, просто-напросто выберет того, с кем ему проще. То есть, другого. Вот дабы этого избежать, активно стремитесь к тому, чтобы волнение в сердце спадало. Оно далеко не всегда хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.